Всем добрый день! В сегодняшнем видео мы рассмотрим инсталляцию популярной программы для записи видео или записи потокового вещания OBS Studio. Эта программа является бесплатной и востребованной во многих ситуациях. Для того, чтобы ее скачать мы зайдем на сайт разработчика, как вы видите его название OBSProject.com и здесь мы можем загрузить актуальные версии OBS Studio для разных операционных систем. В нашем случае мы загрузим версию под Windows. Выберем сохранить файл. Я создал папочку специальную под нее и ожидаем скачивания. Вот наша студия загрузилась. Для ее установки два раза на ней клад с ним. Ответим «Да». Согласимся с лицензией про использование программы. Как вы видите, тип лицензии – JNU General Public License, то есть программное обеспечение полностью бесплатно. Free Software Foundation. Нажимаем «Next». В следующей вкладке мы можем при необходимости изменить папку, куда будет установлена наша программа, или оставить ее неизменной. Она будет установлена по умолчанию в программу «Files». Нажимаем «Install». Можем нажать «Show Detals» для того, чтобы видеть движение файлов. Программа установилась. Можно выбрать сразу птичку «Запустить OBS Studio». Версия 28.01 у нас установилась. Нажимаем «Finish». И ждем, когда запустится OBS Studio. Вот она запустилась. Первое, что мы видим – это информация об использовании. То есть выберите, для чего вы хотите использовать. Оставим по умолчанию. «Оптимизировать для трансляции, вторично для записи». Или можем сказать «Оптимизировать для записи», если вы собираетесь только записывать с экрана и не будете вести трансляцию. Ну, или же использование виртуальной камеры. Далее выберите «Базовое разрешение», «Текущее разрешение», «Разрешение экрана» и другие варианты выбора. Количество кадров в секунду можно выбрать 60 или 30, но предпочитать 60, когда это возможно. 60 или 30, но предпочитать высокое разрешение. Или использовать «Текущее 30 кадров в секунду». Здесь в зависимости от того, что вы будете снимать, если это съемка экрана и вы не хотите получать в результате очень большие файлы, имеет смысл оставить текущую частоту, то есть 30 кадров. Далее мы видим настройки, которые выбраны, то есть по результату тестирования системой нашего компьютера. И нажимаем «Применить настройки». Здесь у нас информация о программе. Нажимаем «Закрыть» и вот наша программка запустилась. То есть установка завершена успешно. Вы видите, программа реагирует на мой голос. То есть микрофон включен, движется. С настройками программы мы разберемся в следующих видео.